Этот балет ставится впервые в истории отечественной хореографии. Он называется «Карнавал животных» на музыку Камиле Сен-Санса. Все знают изумительную хореографическую миниатюру «Умирающий лебедь» на музыку Камиле Сен-Санса. Но никто не знает полного звучания произведения «Карнавал животных», потому что оно было впервые представлено будет вот на этой сцене. 15 лет назад по окончании Ленинградской консерватории Борисовского отделения я, Ахмеда Прошетов, окончивший это отделение, здесь на этой сцене представил свой дипломный спектакль. Тогда родился балетный коллектив, так называемый «Карнавалет Баку». С тех пор прошло 15 лет. Сегодняшний спектакль мы посвящаем 15-летию нашего коллектива. Но это спектакль Центрального дома офицеров, хореографической студии под руководством заслуженного работника культуры Нины Григорьевны Зайцевой. Камиль Сен-Санс очень своеобразный композитор. Это живой классик 19-го века, написавший массу произведений. Но нам он известен в основном именно по «Умирающему лебедю» и по его опере «Самсон и Далила» на библейский сюжет. Сегодняшняя зоологическая фантазия – это авторское название, и мы сохранили за собой этот жанр, распадаясь на четыре картины. Начало балета происходит без музыки. Звери на прогулке обсуждают новость, пребывает новый царь. Каким-то он будет, какой станет их жизнь. Внезапно появившийся лет в свирепо развивает пасть. Звери в страхе разбегаются. Пролетает лебедь, и на мгновение в деспоте рождается романтик. Картина первая, «Фанфара». Леб призывает на венчание всех зверей. Глашатые скороходы провозглашают этот тезис льва. Квартеты соловей. Притворный квартет музыкантов и приглашенный певец соловей пытаются развлечь владыку. Но концерт не удается. Квартет играет плохо, лебедь поет очень неудачно. Вертик царя уничтожаешь. Ему концерт не понравился. Музыканты провалились. Карнавал живота. С пляшем для царя решают артисты. И они лимфа отплясывают тарантеллу. Царь доволен. Он аплодирует и даже лично принимает участие в карнавале. Картина вторая. Бестиарии. Империя льва. Леб на прогулке осматривает всех зверей словно зоопарка. Звери стараются ему понравиться, угодить. Некоторым это удается. Но постепенно устав от лести и переутомления, леб становится послушным, словно осиновый червам. Это очень кстати зверюшкам. Они довольны. Такой владыка им и нужен. Но вот леб понравился очень птичнике. И уподобляясь веселым ученикам гибернатой, он отплясывает, словно полоумный ребенок. Звери вообще довольны. Но вот появляется лебедь. Леб понимает, что с ним что-то происходит неладное. Он пытается осознать ситуацию, как-то изменить ее к лучшему. Но честно и поздно звери стремятся в лихом галопе, сметая все на своем пути и даже свергают незадачливого царя. Царь повержен, власть узурпирует другой зверь. И лишь лебедь склоняется над бывшим владыкой сочувствия. Действующие лебеди исполнители. Лебедь, царь зверей. Рашид Армедов. Соловей и лебедь. Ольга Дерябина, учащаяся в хореографическом училище. Квартир и знаки Зодиака. Рена Алиева, Сокли Бузукашвили, Ольга Арсентьева, Ольга Экарскайки. Солистки танцев. Джамина Агаева, Алина Дегтярева и другие. В спектакле принимают участие учащиеся хореографического училища и детской хореографической студии при Центральном доме офицеров. Благодарю за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. 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 Bye. Bye. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ